И понимаете, вот они, видите? Вот видите, это всё вот в таком состоянии. Бились, просились, писали. Писали туда наверх, нам помогли. Вот она, вот. А когда человек моется, это всё стекает сюда. И в туалет. Словно в бесконечном цикле ремонтных перерождений живут люди в доме на Озёрной. Сначала старая двухэтажка напоминала декорации к фильму ужасов, полные гнили и плесени. Затем сюда пришёл ремонт, и, казалось бы, всё, жизнь налаживается, но летние дожди подмочили репутацию счастливого конца. Внешне рабочие постарались, отштукатурили стены, переложили доски на полу и укрепили фундамент. Этот ремонт вкратце описывается цитатой из Винни-Пуха. Он как бы есть, но его как бы нет. Вот явчайший пример. Формально фундамент укрепили, но отдушины просто забетонированы, а отмозки его банально нет. А это значит, что вся влага, которая течёт с дороги, идёт с неба, просочится туда, а от этого что? Плесень, сырость и болезни. Это дело рук муниципальной управляющей. Дом они приняли на обслуживание в конце 2017 года. Денег на счетах у бывшего общежития не было, так что их пришлось искать в городском бюджете. Ушло почти 4 миллиона. А теперь специалисты той же управляющей компании составляют акты по жалобам жильцов и констатируют, плесень и влага идут из-за недоделанного фундамента. На вопрос, что делать, толком и не отвечают. Ну я спросила, то есть за наш счет надо это все делать? Они улыбнулись, плечами пожали и всё. То есть ответа я там не услышала. Директора я не видела. Ну, к нему на прием надо записываться. Даже деньги ждут приема директоров. Не выдержав бюрократического засилья, Наталья набралась смелости и пожаловалась на недоремонт главе города Сергею Еремину. Мэр ответил просто и сурово. Организуйте собрание и ремонтируйте за свой счет. А то, что сделано, говорят в департаменте горхозяйства, и не ремонт вовсе. Это были контраварийные работы. И цель их снять угрозу обрушения стен или пола. Устройство отмостка сюда не входит. Там можно выполнять только определенные виды работ. То есть все остальное не входит в этот перечень. Если бы в СМИ были включены эти работы, это было бы нецелевое расходование средств, за которые следует наказание. Так что путь у жителей лишь один. Собирать общее собрание, выделять деньги из бюджета дома и ремонтировать самим, как посоветовал глава города. Или через пару лет вернуться в начало цикла. Гнили и плесени. Михаил Леница, Дмитрий Кочетков, Степан Майер. Новости Прима.